Привет тебе мой маленький хейтер, на ваших экранах Envil Saga. Это экономический симулятор управления кузнечной лавкой. С интересным вроде как говорят сюжетом, в разгаре столетней войны каждое ваше решение влияет на развитие истории и игровой процесс. Давайте посмотрим, насколько мы можем с вами влиять на историю. Да уж, это больше похоже на сарай, чем на дом. Но что поделать, хорошо хоть кузня в приличном состоянии. Вы можете управлять камерой, используя ВСД, это все понятно, да, мы можем перемещаться. Вам предстоит управлять средневековой кузницей, а главный источник дохода кузнеца это, разумеется, его заказы. Давайте откроем прилавок и примем ваш первый заказ. Для этого нажмите ЛКМ на знак, ну скорее всего вот здесь, да, ну продолжить. Хорошо. Ваш первый заказчик. Интересный такой молодой мужчина. Так, у него... Я не знаю, что это такое. Так, расход слитков на выполнение заказа. Нам нужно три слитка. Награды за выполнение заказа. Четыре монетки он нам дает. А, нам нужно прочитать. Посмотрите на окно заказа. В нем указаны сам предмет, ресурсы, необходимые для его создания и наград. Да, мы это посмотрели. Примите заказ, нажав на зеленую галочку в интерфейсе заказа. Так, хорошо, мы берем. А это у тебя что такое? А, это клеймо. Прикольно, нужно три слитка. Окей, берем и этот. Так, люди не будут ждать вечно, они уйдут, если их терпение кончится раньше, чем заказ будет выполнен. Я понял. Все ваши заказы будут появляться в ленте заказов. Хорошо. Примите еще один заказ, нажав на зеленую галочку в интерфейсе заказа и обратите внимание на ленту. Ага, обращаем внимание на ленту. Когда вы работаете с несколькими заказами, появляется возможность выставить для них приоритет. Нажмите ЛКМ, чтобы повысить приоритет заказа и ПКМ, чтобы понизить его. Переместите персонажа к наковальне с помощью ПКМ, чтобы начать ковать изделие. Я с удовольствием. Так, персонаж, перемещайся. А ты... А, все, я понял, я понял, да. Правый мы, значит, им будем управлять. Где бы гроши раздобыть? Интересно, а ты пришел с пустыми руками, а как ты будешь платить за свое вот это вот изделие невероятное? Непонятно. Кузнец тратит ресурсы и получает золото после выполнения заказа. Когда изделие готово, оно передается заказчику автоматически. Ну, это уже какой-то плюс. Заказы делаются из слитков. Слитки из руды, которую можно добыть в шахте или купить. Так как добывать нам пока негде, давайте закажем руду. Давайте закажем. Откройте лавку купца. Так, лавка купца у нас где? Вот она. Так, нам нужно заказать слитки. Ящик руды. Угу. Берем. Купить. Все товары из магазина доставляются курьером. Придется немного подождать, пока он приедет. А пока можно выплавить остаток руды в слитке. Хорошо. Из одного куска руды выплавляется один слиток. Кузнец будет изготавливать слитки один за другим, пока руда не кончится. Хорошо. Давай выплавим. Слиточки почему бы нет? Так, где бы грошей раздобыть? А мы тебе еще не отдали, да? Твои вот эти вот дела интересные. Выплавление слитков. Один из двух. Здесь у нас показываются задачи. Теперь выполните второй заказ. Слитков у вас предостаточно. Хорошо. Поспешите, пока клиенту не надоело ждать. Ну, лучше я тут не виноват особо. Так, следующий заказ у нас выполняется. Где бы раздобыть грошей? Ну, блин, а у нас здесь очень уютненько. Вон там замочек какой-то есть. Здесь у нас какие-то поля фермеров. А, почему ты недоволен? Отличная работа. Вырученные деньги вы можете потратить на улучшение кузницы и постройку новых помещений. Хорошо. Прежде чем приступить к строительству, давайте закроем прилавок. Хорошо. Закрытие прилавка даст понять посетителям, что заказы больше не принимаются. Но те, чьи заказы уже приняты, останутся. Закройте прилавок при помощи ЛКМ. Так, закрыл. Надо бы мебель купить. Да, постройку для кухни сделать. Пристройку. А. Так, откройте режим строительства. Давайте откроем режим строительства. О, как интересно все. Так, пристроить комнату. Комната у нас будет пристраиваться здесь. Давайте посмотрим, что... А. Можно сделать квадратный, можно сделать побольше, можно сделать поменьше. Крыша без скоса. Так, тип стен. Ну, тип стен у нас один. Давайте, наверное, вот такой сделаем. Строительство новой комнаты займет некоторое время. Придется подождать, пока строители закончат работу. Хорошо. А вот мебель можно приобрести сразу. Давайте обустроим нашу первую жилую комнату. Нам понадобится кровать, стол и стул. Порушо. Так, здесь у нас мебель. Это у нас что? Кровать 50 золотых. А у нас сколько? А, у нас 391. Но, блин, я не знаю. Давайте, ладно, купим кровать получше чуть-чуть. Поставим ее вот здесь. Да, потому что возле двери, ну, как-то некошерно это все звучит. Так, деревянное кресло со спинкой. Давайте немножко подешевле возьмем стульчик вот здесь вот. Вот так вот рядышком поставим. И стол. Стол обычный за 30. Да, здесь мы его размещаем. Ну, так поинтереснее. Вот отлично. Спать теперь есть. Где я кухню потом обустроим. Можно и жену с сыном привозить. Да, да, да. Тринадцать лет спустя. Вот так, держи мой молот крепко, размахни себе и по заготовке. Не получается. Я никогда не стану мастером, как ты. Послушай, когда мы с твоей матерью переехали во Францию, у нас не было ни гроша. Только огонь в глазах, да и мои старые инструменты. Совсем-совсем не гроша? Разве что пара талеров. Это Артур, герой вашей истории и главный персонаж. Он с детства помогает отцу в кузне, но у него неплохо получается заниматься любым ремеслом. Нам предстоит много работы сегодня, сынок. Иди переводи табличку, мы открываемся. Нажмите ЛКМ по табличке, чтобы открыть нашу кузню, да. Смотри, это Финли с дочкой. Они каждый год выбираются сюда, на ярмарку всей семьей. Один из самых надежных заказчиков. Сколько лет с ним работаю, и не упомнишь. А дочь у него Оливия, зовут, верно? А вот и этот Жан-Жак-младший. Дух не переношу, это выскочку. Это вот этот вот. И так милаха на самом деле. Ну-ну. Отец его мастер уважаемый, да и сам он далеко не глуп. Хоть талант от отца и не унаследовал. Ты бы чувства поумерил. А до хватки деловой получился? Этого точно не отнять у него. Оскар, и ты тут? Здравствуйте, спасибо за инструменты. Да и Збрую ты сделал, что надо. Рад увидеть тебя на ярмарке. Какими судьбами, Финли? Дочери свой подарок хочу сделать. Она у меня красавец. Сделай-ка ей брошь. А может быть Збрую. Может быть она больше похожа на лошадку. Это легко, правильно, говорю сынок. Справишься? Месье Финли, мадемуазель Оливия, рад вас видеть. Артуру Оскара приветствую. А что это вы брошь не у моего отца заказываете? У него вон лавка чуть подальше. Такой очаровательной даме, как и Оливия, я бы и скидку организовал. Благодарю, Жан-Жак, но с Оскаром мы и огонь и воду прошли. Так что все заказы только ему. Ну посмотрим, что сейчас у Артура получится. Так, мне нужно брошь, два слитка. Да, принять заказ еще и десяточку они нам дают. Время от времени вам придется совершать выбор, влияющий на дальнейшие события. Истории сейчас вы увидите один из них. У каждого из вариантов есть шанс успеха и неудача. Внимательно изучайте их, изменить выбор у вас не получится. Давайте с вами смотреть. Купец заказал брошь для своей красавицы-дочери. Отец как раз привез с собой драгоценный камень. Для перстня барона. Может я найду ему лучшее применение? А-а-а-а. Смотри-ка что, тогда драгоценный камень нет, мы ей не отдадим. Но если отец уже договорился и барону принес этот камень, значит у барона и он должен остаться. Изготовить простую грошь... Так, давайте инкрустируем стекляшку в нее, да? Это что такое? Базовый шанс успеха 40%, бонус от навыков работников 5%, бонус от инструментов. Небольшой обман сыграет мне на руку. Подожди, инкрустировать камень барона в брошь так себе идейка. Сделаем обыкновенную брошь. Базовый шанс успеха. Давай обычную брошь изготовим и не будем заморачиваться на это. Так, давай. Нам сюда нужно. Ну я не знаю, просто это же не барон у нас, да? Он никак. Брошь для купца, да. Пап, все готово, вот. Молодец, вот все готово. Красота, не правда ли? Дай-ка, да, это просто превосходная работа, гляди. Действительно неплохо, никогда бы не подумал, что Артур делал, коли сам бы не видел. А ты думаешь, только ваши кузнецы работать умеют, а мой Артур самый настоящий талант? Бог мой, это просто чудо. Спасибо вам огромное. Пап, смотри, как приливается на солнце. Ну, дружище, ну ты даешь, вот не поскуплюсь доплатить, держись теперь. Я вас всем посоветую, золотые руки. Здравствуй, кузнец, все трудишься? Да вот потихоньку, сын вот помогает вовсю, где-то уже даже меня превзошел. А похож, похож, ну что сделаете, перстень? В лучшем виде, давай-ка, сынок. Доброго дня, досточтимый барон, сделали бы заказ у моего отца, уж бы давно красовались с новым перстнем. Отец твой мастер хороший, это я знаю. Но Оскар ту же работу в два раза дешевле выполняет, и за качество всегда отвечает. Хорошо, что я не стал инкрустировать этот камень в брошь. С этим бароном проблем не берешься. Я, да, я же говорю, лучше на первых порах максимально включать честность. Мы же с тобой еще не разобрались. Где да что. Сказать, что камня нет, вставить в перстень камень. Вставить в перстень обманку, мы не обманываем, мы молодцы с тобой. Давай. Так, лошадки такие бодрые, я смотрю, это народ, а это охрана, видимо, барона здесь. Неужто готово? Готово, господин, вот. Многоважаемый барон такой хороший камень выбрал, что испортить его было бы крайне трудно. Даже для тебя, Артур. Спасибо, Жан-Жак, может и ты когда-нибудь так сможешь. Ух ты, неплохо, хорошо сработано, ты явно пошел в отца, молодец. Спасибо, приятно, когда труд хорошо оценивают. Да не то слово, доброго дня и хорошей ярмарки. Кажется, нам пора собираться домой, время закрывать прилавок. Так, закрываем прилавок с тобой. Нажмите на табличку, а мы уже нажали. Я же нажал уже, да. Поехали, сынок. Это мы, короче, с вами на ярмарке были, да, 13 лет спустя. Сейчас посмотрим, у нас же там пристройка еще должна была. Достроится отец? Как думаешь, я и Ливия, мы можем подружиться? Мы птицы другого полета, сынок, но в купеческой семье жениха судят по толщине кошелька. Не вешай нос, все в твоих руках. Слова отца не удивили меня. Неравенство – это и бич, и основа нашего общества. Однако искренняя улыбка и очаровательный взгляд дочери купца отозвались в моем сердце щемящим чувством. День народных гуляний подходит к концу. Мы собрали наш скарб и отправились в Освоясь. Это была последняя ярмарка, на которой мне удалось побывать с отцом. Болезнь крепко взялась за него, но он из последних сил передавал мне свои знания и умения, едва удерживая молот дрожащими руками. Мне не оставалось ничего, кроме как стать гордостью своего отца и достойным подмастерьем. У вас есть небольшой домик и кузница. Немного, но всегда надо с чего-то начинать. Да, действительно, это так. Тут и начинается ваш путь к славе богатству и сердцу любимой девушки. Но это все ждет вас впереди, а пока разжигайте горн. Пора бы сдуть пыль с отцовской наковальни. Посмотрим, что я еще помню. Так, давай посмотрим. Давай сначала откроем, наверное. И горн разожжем, да? У нас вроде там что-то оставалось выполнить. Пять заказов, да. Пусть у нас пока делаются слитки. А здесь мы с тобой делали кухню. Угу, хорошо. Так, первый у нас есть клиент. Шесть монеток, четыре слитка нужно. А у нас где слитки? Отмечаются вот здесь 14 из 20? Да, 15 из 20. Хорошо, мы тогда берем заказ. И берем, получается, это что? Ну, ножик, скорее всего, да? И чего так долго-то? Подожди, подожди. Давай, кузницы, быстро. Давай, давай, делаем. По времени должно получиться немного. Блин, так много заказов. Что тебе не понравилось, я не могу понять. Вроде же все хорошо. Нет, я не понимаю, почему им не нравится. Мы вроде же все выполняем, и выполняется все хорошо. Так, еще подходит один молодой человек, но у нас, скорее всего... Или хватит. У меня кончаются слитки, надо выплавить еще немного в печи. Хорошо. Отправьте Артура к печи при помощи ЛКМ. Хорошо. Отправляем к печи. Я не понимаю, почему у них там мордочки такие не особо довольные. Мы же вроде, ну, выполняем, как они просят. Да? А, блин, у меня чего-то не хватает. У меня не хватает руды. Подожди, а ты не можешь, да, выплавить? А как мне... Подождите, нажмем на паузу. На секунду, мне нужно разобраться. Так, большой ящик руды. Давайте мы его, наверное, купим. Да? Да. Два из двадцати. А больше у меня руды нет. Блин, а как тогда так? Не брать заказы пока? Я не могу тебе выплавить, дорогой друг. У меня нет руды. Мне придется, наверное, с тобой как-то распрощаться. Да? Ну, судя по всему, да. Вот, он недоволен максимально. Ну, и вам я, ребята, тоже, блин, могу только отказать. Руды-то у меня нет. Блин. У меня опять кончается руда. Время строить шахту. Ну, вот это хороший, может быть, вариант. Рано или поздно вы начнете расширять кузницу, достраивать комнаты и даже вкапываться в землю. Любой кузнице необходимо постоянный источник руды. Вы можете покупать ее у торговца, но гораздо выгоднее добывать руду самому. Давайте обустроим шахту прямо у нас в подвале. Давайте. Чтобы заняться расширением, да, переходим сюда. Переходим сюда. Здесь мы с вами выкапываем, видимо, шахту. Тип крыши, бла-бла-бла. Но это, скорее всего, нам не надо. Нам нужен просто квадратик, да? Строительство каждой комнаты занимает некоторое время. Придется подождать, пока строитель закончит работу. Это мы в курсе. Так, а это что у нас? Значок курьера. Это типа у нас курьер идет, да? Ну, вот он. А, они приезжают на тележке. Все хорошо. Но в целом у нас с тобой руда есть. Давай мы немножко поплавим. Блин, а денег у нас не так много, да? 87. Так, выплавить 10 слитков. Мы сейчас с вами будем выплавлять пока слитки. У нас, ребята, здесь строятся. Да, туда вниз строитель полез, что-то ковырять. Сейчас мы выполним это задание. И как раз за готовыми слитками уже сделаем еще один какой-нибудь заказ. У меня есть здесь еще запас здоровья вашего работника. Запас энергии. Запас сынности. Нам еще его нужно будет кормить немножко, да? Так, настроение работника зависит от своевременного выплаты жалования. Подожди, так это же я. Как я буду сам себе выплачивать жалования? Что это такое? Отлично. Теперь комнате необходимо дать название. Каждая комната имеет свою функцию и особые предметы мебели, необходимые для ее выполнения. Хорошо. Комната, которая не имеет названия или необходимой мебели, будет оставаться неактивной. На это укажет восклицательный знак. Хорошо. Нажмите на восклицательный знак, чтобы мгновенно перейти к названию комнаты или покупке мебели. Хорошо. Так, восклицательный знак. Окей, где у нас название пишется комнаты? Покажите мне, пожалуйста. Так, название комнаты я не вижу. Нам нужно здесь... Жилая комната? Нет, кухня. Ну, тоже нет. Это же у нас шахта. Да. Шахта позволяет вам много чего делать. Так, а мне как это? Шахта, да? Склад. Нет, это у нас будет шахта. Так, для шахты нам с вами, наверное, много чего необходимо. Но спальня там точно, наверное, не нужна. Да, вот. Смотрите, нам нужно за 50 спуск в шахту сделать. Давайте его вот с правой стороны поставим. Ну, и вроде как бы все. Больше ничего тут нам не предлагается. Правильно? Рабочий, да. Кухонный очаг для приготовления пищи. Но нам это тоже пока не нужно. Вроде как все. Да? Что нам еще поставить сюда? Скажите, пожалуйста. Возможно, кровать? Но это тоже как-то странно. И у меня закончились деньги. Между прочим. Так. А, вот. Вход в шахту и ящик мне нужен был. Мне нужен был один ящик. Да. Кривой деревянный ящик. Блин, а я могу продать то, что уже изменить? Оформление помещения? Так. Нет. К сожалению, я, видимо, кровать продать сейчас не могу. Да? Да. Ладно. Давайте слитки мы переплавили. Сделаем еще хотя бы парочку заказов. Хотя бы один. На самом деле, один заказ. И я куплю ящик еще сюда поставлю. И будет хорошо. Так. Первый клиент у нас какой-то ночной. Да? Здравствуйте. Гвозди вам надо. Три. Да? Хорошо. Давайте мы вам гвоздей наклепаем. У нас сейчас ночные скидки, потому что нам много надо всего. Давай выплавляем тебя. Так. Четыре. У нас остается тринадцать. За этим делом нужно следить, чтобы народ у нас был максимально доволен. Так. Следующий клиент. Еще какая-то железная шняшка у него. Четыре слитка у нас есть, в принципе, еще. Поэтому подождем. Поэтому немножко мы с вами подождем. Так. И еще одна. Семь монеток. Ой, это хорошо. И все. Наверное, можно закрывать. Закрывать, потому что у нас там останется два слитка. И... Да. И давайте, наверное, тогда купим. Купим, где у нас там строительство было. Мы нажимаем сюда. И нам нужен один ящик. Так. Монеток у нас тридцать, но ящик мы поставим за двадцать. Да, с тобой? Блин, а как мне продать вот эту вот мебель, которая мне не нужна? Так. Переставить мебель. О, отлично. Я ее продаю тогда. Продаю еще и за двенадцать я ее продал. Это очень хорошо. Так. Тогда смотри. Тогда мы берем, нажимаем вот сюда. Выбираем ящик. Так. Вместимость десять руды. Вместимость пятнадцать руды. И давай мы сразу на пятнадцатый руды поставим. Здесь в уголочек. Очень аккуратненько. Да? Да. Все, погнали. Погнали с тобой. Сходим в шахту. Посмотрим, что мы можем там с тобой добыть. Ну, выглядит, кстати, очень хорошо. Ну, мне вот такие вот игрушки на самом деле тащат. Да, я совсем не часто в них играю. Но такого плана мне очень нравится. Вот пиксельное все под старину, так сказать. Блин. Ну, очень хорошо пока выглядит. Я надеюсь, сюжет нам тоже будет неплохой. Так. Что ты тут принес? Давай посмотрим. Давай. Один из пятнадцати. Один из пятнадцати руды. Так это ты будешь здесь ковыряться, блин, всю ночь, между прочим. Время у нас здесь не показано, да, с тобой? Сейчас в этом регионе ничего не происходит. Весна. Сейчас он отнесет. Да, да. У вашего персонажа появилась новая черта. У персонажа могут появляться негативные или отрицательные черты. Каждая из них добавляет свою особенность в поведении персонажа. Хорошо, а что у тебя добавилось? Обращайте внимание на описание особенностей и подбирайте максимально эффективные занятия для каждого работника. А что у тебя за штука появилась? Следи за энергией вашего персонажа. Уставший персонаж будет допускать ошибки во время ковки и может подпортить изделие. Отправляйте работников спать, чтобы восполнить энергию. Чем комфортнее кровать, тем быстрее персонаж набирается сил. Нам нужно обновить с вами кровать. Мне кажется, это будет очень важно. Так, вы не можете уволить... Так, наставник заказа, за который можно поторговаться. Это что такое? Прилив сил. Работник выполняет работу на 30% быстрее. И главный герой. Но больше пока здесь ничего у него не видно. Да, но он последние вот эти вот моменты очень долго спит. Не знаю. Давайте немножко поплавим. Кровать нам все-таки надо с вами немножко получше выбрать. Так, что по ресурсам? Это что такое древесина? Используется для создания инструментов и оружия. На верстаке можно купить на рынке. Ага. Так, а мы можем с вами, наверное, сразу еще руды заказать, да? Чтоб, блин, а у нас нет. Здесь у нас древесина. Здесь у нас еда какая-то. Кстати, по еде у нас ничего нет. Здесь у нас есть улучшенные инструменты. Да? Да. Ну ладно, сейчас немножко руды поплавим. Мне ее не надо будет переносить, да? Я так понимаю. Или надо будет мне ее переносить? Сейчас мы спустимся вниз и посмотрим. На это все дело, потому что семь слитков это очень мало. Так, ты что-нибудь берешь с собой? Нет, ты ничего с собой не берешь. Все, возвращайся тогда туда. Здесь какой-то подозрительный молодой человек у нас тусуется. Довольно злобно выглядящий. Наверное, подсматривает за нами. Так, ладно, давайте открывать. Хоть что-то мы с вами сделать сможем. Пару заказиков возьмем. Докупим еще руды, потому что, я не знаю, мы сейчас в нее очень сильно упираем. Да, о, разбойник какой-то к нам идет. Здравствуй, тебе нужна подкова, да? За три. Хорошо. Все, пытаюсь сделать максимально хорошо. Четыре монетки ты даешь, три руды. Блин, у меня очень много руды на самом деле уходит. В одиночку работать в кузнице тяжело. Старосты деревни подыскал вам троих молодых людей, которые хотят стать вашими подмастерьями. Это хорошо. Террис, новый человек в деревне, прибыл из Гасконии. Меня зовут Террис, мастер-кузнец. Монти, местный ловкач и пройдуха, во всем пытается походить на дворянина. Я, Монти, сэр, давно хотел устроиться к вам подмастерьем, если позволите. А это Валун, победитель всех деревенских состязаний и потасовок. Так, много чего умею, силы не занимать. Зовут Валун, пригожусь точно. Валун, скорее всего, мне и пригодится. Кто же из этих достоин стать вашим подмастерьем? Мы с вами, скорее всего, возьмем Валуна и отправим его в шахту, если, конечно, сможем. Мне кажется, он будет очень хорошо добывать руду. Слишком много о Валуне не расскажешь. Да он и сам не любит лишних слов. В деревне про него говорят золотые руки. Да и на ярмарке он тянет канат за пятерых. Вот это хорошо. Вот это мы его берем. Спасибо, я буду полезен. Я уверен в тебе. У вас появился подмастерь, и ему потребуется комната, где он сможет отдыхать после тяжелой работы. Следите за уровнем его усталости и вовремя выплачивайте ему жалования. Хорошо. Навыки подмастерья улучшаются со временем. Пора за дело. Примите и выполните пять заказов с помощью Валуна. Блин, подожди. Работники кузни будут требовать выплаты жалования, чтобы продолжать работу. Отказ расстроит их, а если их настроение упадет сильнее, подмастерье покинет кузницу. Если вы хотите избавиться от работников, вам не обязательно убирать лестницу из подвала. Вы можете просто уволить его. Это такая отсылка на Sims, где можно утопить, да, кого-нибудь? Так, хорошо. Валун, давай, иди тогда сюда. Да, подожди, Артур. Артур, сюда. Так, французский сборщик налогов. Ты кузнец, да? Именем его величества, дофина Франции. Я уполномочен собрать земельную подать на благо нашего отечества. Блин, звучит, конечно, не очень. Все честных людей обдираете? Кем бы вы ни представились. Будешь платить или нет? А у нас есть деньги? У нас есть деньги. Так, Франция требует от вас заплатить 12 монет в качестве земельной подати. Да. Мы с вами платим. Мы с вами платим. Так, Валун, давай. Херяч, херяч людям. Давай мы вот этот забираем заказ. И вот этот мы забираем. Так, Артур у нас идет вниз. Добывать руду. Ну, пока так. Пока вариантов у нас немного. Главное, чтобы у нас хватало руды. Так, тебе сколько нужно? Тебе нужно одну. Хорошо. Блин, а нам можно как-то один день, наверное, похалявничать, да? Давайте мы вот так вот заказ закроем. А от этого, наверное, откажемся. Так, и ты, Валун, у нас пойдешь на горн. Да, ну, хотя вам бы местами поменяться. Мне кажется, ты бы лучше справился с работой в шахте. Так что давай, наверное, иди сюда. Артура мы вот сюда позовем. Так, а ты у нас спускайся в шахту. Сейчас вы будете у меня работать. Максимально, я надеюсь, хорошо. Так, отправьте, Валуна изготавливает заказы на наковальне. Три из пяти мы сделали, но я хочу сделать небольшой запас по руде. Сейчас мы посмотрим, как это у нас будет происходить. Блин, Валун тоже не сильно быстро это все делает. Да, может, мы можем с тобой что-то заказать все-таки. Семнадцать. Это ящик руды, десять штучек, да? Блин. А здесь мы добываем бесплатно, судя по всему. Да, Валун. А, подожди, Валун что-то очень сильно расстроен. А почему он расстроен? Богобоязненный. Богобоязненный. С шансом в пятнадцать процентов этот работник может прервать работу для молитвы. Боязнь пауков. Во время работы в шахте на этого работника упала целая куча пауков. При работе в шахте он оглядывается в поисках этих чудовий с шансом в десять процентов. Геракл. Блин, ну на него паук упал. Что я могу тут поделать? Но он носит очень долго. Смотри, какая барышня. Интересно за нами подглядывает. Так, давайте. Блин, ребята, так дело не пойдет. Надо, может, какие-нибудь инструменты вам купить? Давай посмотрим. Для шахты, да? Добыча руды дело тяжелое. Без специального снаряжения никак не обойдешься. Плюс один к уровню добычи руды. Можно использовать только для добычи руды. Но для этого сто монеток нам нужно. Это довольно-таки много. Нам пока это дело не особо потянуть. Блин, да. Он у нас прервал работу, чтобы помолиться. Ну, это дело, конечно, хорошее. Вот, но надо, да. Надо немножко поторопиться нам. Потому что я хочу набить полный склад. Полный склад, чтобы быстро-быстро наторговать и всякого разного напродавать. Потому что им... А, подожди. Смотри, он, получается... Зарплата работника 16. Это, получается, раз в месяц, да? Или раз в день я ему должен платить 16. Это вопрос. Ну, себе я плачу 0. Это ладно. Волну, по крайней мере, нужно по 16 будет выплачивать. Я надеюсь, это в неделю, а не за один день. Так, работникам необходимо регулярно утолять голод. Если работник будет оставаться без еды продолжительное время, он может погибнуть от голода. Чтобы приготовить еду, вам нужно иметь в запасе продукты. Их можно заказать у торговца. Так, давайте мы что-нибудь закажем. У нас есть продукты. У нас есть скудная краюха хлеба. Давайте мы две скудных краюхи закажем с вами. Так, откроем здесь нашу кузню. У нас, в принципе, вроде все есть. И валун может доделать несколько заказов, да? 17 слитков мы с вами нафармили. Так, подожди, а ты куда пошел? Тебе вниз надо. Тебе пока надо вниз. Так, что мы делаем? Какой-то кинжал, да? За шесть монеток. Хорошо. Что-то он нервный. Больно, видимо, переживает. Так, хорошо. Берем следующий заказ с вами. Но пока дерево нам не нужно, да? Мы делаем только такое. Чисто из металла. Так, ты носишь. Повсюду разговоры о войне. Бездельники не могут найти, чем заняться. Я больше всего надеюсь, что война не докатится сюда. Иначе и ты, и я вместо работы попадем на каторгу. Да, это печально. Ну, что поделать. Так, слитки у нас еще есть. Руду мы, в принципе, носим. Что по еде. Так, а еду нам брать именно вот отсюда, да? Нужно. Здесь, правда, не написано. Так, валун. Ладно, иди что-нибудь поешь. И я тоже пойду что-нибудь поем. Посмотрим, как это у нас работает. Плюс нам нужно энергию восстановить. Пам-пам-пам. А чтобы восстановить энергию, нам, скорее всего, нужна еще одна кровать. Правильно? Мы же не можем с ним спать на одной кровати. Так, а где у нас была кровать? Скорее всего, вот здесь. Да? Пам-пам-пам. Купить нужную, необходимую мебель. 25 нам нужно. Нам пока не хватает. Нам пока не хватает. Мы что-то делаем. Так, ну, еды он вроде, да, приподнял себе немножко. Пусть он идет. А, подожди. Ты можешь сесть и поесть, да? Типа того. Ну, садись сюда, ешь. Еды у нас, конечно, маловато. А я ем какой-то суп. Откуда у меня суп, интересно? А ты здесь не можешь, да, поесть? Это очень печально, потому что у нас одна кровать и недоделана еще кухня. Так, у нас есть какой-то баф от еды. Этот работник сыт, его энергия снижается в полтора раза медленнее. Так, на 110 секунд. Ладно. А ты садись поешь тогда. А ты почему-то не ешь. Я вот вижу, что ты не ешь. Отдай. А, ему приготовить надо было. Ты сначала берешь какие-то продукты, потом что-то готовишь. Потом ешь. Ага. Ну, ладно, хорошо. Я думаю, я пока поем как раз. Пока один поест, другой, скорее всего, выспится. А, это ты руки так складываешь. Так, ну, блин, ладно, я не знаю. Иди посиди немножко. Пока я отдыхаю. Ну, нет, не хочешь? Ну, тогда иди в шахту. Иди в шахту. Всяко-разно может бывать. Ёпта! Я забыл закрыть. Я забыл закрыть заказы. Подожди. Мы резко берем заказы. И сюда, сюда, сюда. Кузни. Беги, беги, беги. Блин, мы не успеем. Сейчас народ очень сильно расстроится. Прям максимально сильно расстроится. Я понимаю. И ты тоже, блин, расстроишься. Ну, я что-то как-то вас проморгал. Я забыл закрыть лавку. Всё, тебе мы делаем за 4, да? Окей. Да, плюс 1. Но лавка закрыта. Ладно. Идём спускаемся вниз в шахту. В принципе, энергии у него пока ещё немного есть. Я думаю, в течение дня можно будет его отправить поспать, пока я буду заниматься какими-то заказами. Так, подожди, а ты куда пошел? Нет, 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 ты иди сюда. Так, открыть сагу наковальни. Так, здесь у нас статистика, да, текущие задания у нас нет актуальных. Здесь у нас, видимо, плюсы, плюсы, плюсы идут за какие-то фракции. Так, открыть выполненные заказы. Заказ выполнен, хорошая работа. Вроде неплохо открыть общую статистику. Ага, крестьянин, охотник, ну ладно, хорошо. Пока непонятно. Давай что-нибудь поплавим с тобой немножко. А в принципе, что нам плавить, да, мы можем же открыть пока и периодически делать с тобой заказы. Пока у нас один носит, вот мы будем выполнять с тобой заказы. Тем более, слитков у нас пока восемь штук есть, да, берем за замочек. Хорошо. Видал сову? А она? У нее? Что-то там у него совиные дела какие-то. Так, а ты носишь, да, пока? Хорошо, давай, еще один замок. Почему-то красный. А, видимо, мы за какие-то фракции, кстати, вот заказы и выполняем, да? Когда они красные, не красные. Так, это у нас сервиза каких-то охотников, видимо, или разбойников, скорее всего, да. То есть мы кому-то можем делать, а кому-то не можем. Подожди, а что? Не хватает слитков, да, нужно четыре. Окей, давай. Блин, этому надо сделать бомбу. Давайте мы заказы пока закроем. Ну и змеюка, коварная. А что, что с тобой случилось, я понять не могу. Все же вроде неплохо. Так, четыре слитка нужно, сейчас мы выплавим. Но выплавить мы только два сможем, да? Блин, мы этот заказ тоже немножко подпросрем, судя по всему. Проблема в том, что у нас именно с рудой, да, большие такие вот трудности. А она стоит дорого. Блин, я не успею сейчас выполнить заказ. Мы очень долго руду делаем. Да? Давай, 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 может успеем? Ну, пожалуйста. Блин, какие они нервные. А этого купца я никогда еще не видел в нашей деревне. Какой серьезный молодой человек. Валун, иди и спроси, кто он такой и что он хочет. Давай, Валун. Ты у нас как раз серьезный можешь разобраться с этими делами. Эй, здоровья, зови хозяина. Я проделал весь этот путь из лангедока не для того, чтобы общаться с подмастерьем. Ну ладно, хорошо, шевелись. Уволи... А я что? А, я иду. Да, ну ладно, будем считать, что он меня позвал. Вы прибыли издалека, чем я могу быть полезен? Я прибыл с юга, налаживаю торговые связи. Я могу достать для вас все, что угодно. По лучшей цене. От дамасской стали до ценнейших инструментов. Поработаем вместе? Блин, у тебя все дорого, наверное, будет. Можем сработаться. Даже не думайте отказываться. Я едва унес ноги от бандитов. На дорогах нынче неспокойно. Вороны и бандиты, как коршуны, слетаются на тракты, по которым недавно прошли армии. Вы должны согласиться, так как я самый храбрый купец из тех, кто готов предложить вам свои услуги. Только бандитов нам не хватало. Поговорим о деле. Не соблаговолите ли вы принять от меня заказ? Что для вас изготовить? Блин, смотри. Тут много чего. 30 монеток он платит, плюс 3 будет у нас к репутации. Без сотрудничества с хорошим купцом кузницу не поднять. Если выполнить заказ на уровне, Антонио будет готов привозить незаменимые товары из далеких земель. Блин, это очень хорошо. И что мы тогда выполним? Так, это 10. Это за... А... Да, получается, все 3 заказа ему нужно сделать. Просто там до этого 30 было. Да. 5 ящиков гвоздей, судя по всему. Ну, давай, ладно, мы возьмемся за работу. А, ему прям все нужно сделать. Так он еще и ждет. Божечки, божечки. Так. Побежали. Побежали что-нибудь делать. Валун, спускайся в подвал, потому что нам нужны с тобой средства к существованию. Так. И мы еще закупим с тобой немножко руды. Потому что все мы, наверное, сделать не успеем, да? Да, я надеюсь, курьер сейчас придет. Давай, делаем все на уровне. Хорошо, 5 гвоздей нужно приготовить. 5 подков и 5 цепей. Угу. Не хватает, да? Я верю, верю. Блин, блин, блинский. Давай сюда, давай сюда. Выплавляем. Выплавляем. Так, еще 10 руды нам принесли. Это очень хорошо. Почему? Почему ты куда пошел? Тебе не хватает энергии, да? Он потихоньку засыпает. Этот работник хочет спать. Мы не можем сейчас с тобой спать во время такого ответственного заказа. Прости, конечно, но это никак вообще не повлияет. Блин, он все равно идет спать. Он меня на самом деле очень сильно подставил. Так, давай попробуем хоть что-нибудь сдать. Да, да. Прям проблема, проблема. Нужно еще тогда руды закупить. У нас нету слитков. Нету слитков вообще. А мы сделали только 2-1-1, да? Угу. Так, Валун, может ты уже немножко хотя бы поспал? Ну вот чу-чуточку, давай. Сейчас мы доделаем с тобой заказ. И ты будешь спать сколько хочешь. Так, хорошо. Давай, давай. 10 руды мы еще переплавляем. В принципе, по времени он дал нам много. Вот я думаю, мы все это дело успеем. Только Валун постоянно куда-то уходит. 80-15, 70-15. Ты носи немножко побольше. Этот работник изможден и работает в полтора раза медленнее. Я понимаю, я понимаю. Вот такой вот я очень суровый начальник получаюсь. Блин, он все равно спать идет. Судя по всему, мне сейчас самому придется все это дело делать. Так, блин, а время-то идет. Ладно, может он успеет выспаться. Да, все, руды у нас нет. Давай с тобой ковать. Это у нас сколько за один раз с тобой уходит? Три руды, да? Ну ладно, хоть что-то мы сможем, наверное, ему сейчас отдать. Так, пять гвоздей, пять подков. Блин, ну у нас сейчас все это закончится. Да, придется, наверное, самому пока лезть. Но по времени вроде на самом деле много. Он прям ждет. Зря мы... Ну, не зря, очень жаль, что мы не можем ничего заказать. С вами, потому что у нас нет денег. А скоро еще, блин, и Валуну нужно будет платить. Вот это очень печально. Ну ладно, пусть он поспит. Поспит, и можно, наверное, еще покормить, да, его? Скорее всего, да, у нас еще одна еда есть. Приготовить мы с вами ее тоже сможем. Так, ну Валун у нас поспал, и в целом у него... Да, очень неплохое настроение, хотя его нужно еще немножко покормить. И смотри, они могут ходить туда вдвоем. Нет, они вдвоем туда ходить не могут. Тогда ладно, сейчас подожди, Валун поднимется? Я спущусь вниз, пойду его покормлю. Ну, чтобы он у нас сильно не возмущался. А он все равно, видишь, ему плевать. Что-то сходил там, посмотрел. Блин, мне не нравится. У него два дебафа. Без богобоязненный, да, и боязнь пауков. Ну, что-то с пауками ему не особо везет. Поставить его на кузницу. Но, с другой стороны, я же главный кузнец, правильно? Так, а у нас с вами закончилась еда. Еду мы хоть какую-то сможем заказать? Да. Давай хоть что-то мы с тобой купим. Все, ты сейчас поешь. Пойдешь тогда на плавильню. Вот нельзя ему, интересно, вот так вот задачу просто назначить, чтобы он пошел? Что этот чувачок у нас ждет? Вот у него вроде все хорошо. Вот здесь вот он, скорее всего, живет у нас. Да? А, нет, вот он у нас стоит. Ну, в темноте просто плохо видно. Так, хорошо, у нас еще чувак еды, скорее всего, привез, да? Да, еда у нас здесь появилась. Ты иди тогда плавь. Иди плавь и встанешь тогда на кузницу. Тоже хоть чуть-чуть поработаешь. Плавит он, в принципе, быстро. Так, вот, да, у него, смотри, идет выплавка, кстати, плюсом. Это очень хорошо. Прокачивается у него уровень. Скорее всего, он будет очень быстро плавить. Ну, совсем в ближайшее время. Так, ну, мы еще, в принципе, немножко наплавили. Давайте с вами что-нибудь изготовим. Может, нам хватит закрыть еще хотя бы один заказ? Да, пять подков мы сейчас с вами сделаем. Следующие у нас идут цепи. На цепи нужно, блин, по четыре. По четыре слитка. Это довольно-таки много. Мы можем не успеть. Можем не успеть. Хотя, в принципе... Ну, пока плавим, да плавим, да? Давай. Изготовь нам хотя бы одну цепь еще. Пока я там бегу. Что опять у тебя? Постоянная работа в кузнице привела к... О, ну, привет, Артур. Жан-жак у нас пришел. Ну, привет, Артур. Сколько лет, сколько зим. Решил продолжить отцовское дело? Привет, Жан-жак младший. Ну, а кто, если не я? Как ваша кузница поживает? Очень даже неплохо. Батенька, правда, тоже скончался недавно. Как и твой. Такой легкий подкол. Так что теперь я просто Жан-жак. Да. Ну, на все воля господа. Планы по развитию кузницы у меня самые грандиозные. Соболезную, что сказать. А в нашу скромную кузницу зачем пожаловал? С заказом не справляешься? Справляемся, да еще как. Я просто посмотреть пришел. Как дела идут у тебя? Кузницы в провинции только две осталось. А конкуренция в такое время совсем не к месту. Давай я кузницу у тебя выкуплю. Будешь у меня вторым человеком. С твоими руками далеко пойдем. Спасибо за предложение, конечно. Но мой отец не для этого спину гнул. Ну да, ну да. Было бы слишком хорошо. Ну а следующая ярмарка... Ну на следующей ярмарке увидим. Кто на что гораст. Видел, кстати, Оливию. Дочку купца Финли. На днях такой красавицей стала. Советую в гости заглянуть к ним. Не удивлен. Красотой она всегда отличалась. А тебе-то до нее какое дело? Да так вспомнил, как ты на нее на ярмарке тогда смотрел. Финли для нее только на самую выгодную партию согласится. Он мужик умный. Так что ты лишнего себе там лучше не воображай. А над продажей кузницы подумай. Спасибо большое за совет, Жан-Жак. Видать, тебе был крайне рад. Как и всегда. Однако вынужден откланяться. Работа не ждет, а гулять по окрестностям и людям мешать мне время не позволяет. Хорош ты, парень Артура. Жалко, конечно, что скоро придется тебе поля вспахивать. Ковыряй в своей кузнице, пока можешь. Да, блин. Подожди. Мы сейчас совсем справимся, мы все сможем. Так, блин, у тебя выгорание, да, какое-то там произошло? Постоянно работа в кузнице приводит к выдоху рук. А, к вывиху, подожди, к вывиху рук. Работники временно не может работать на кузнице. Ну, блин, выплавляй пока. Я вам ношу, ты выплавляешь. Все у нас четко. Да, да. Нам еще парочку цепей выполнить, и мы с тобой будем большие красавцы. Так, нам нужно 4 на 1, да? Блин, долго это все дело будет. Дело у нас совсем не быстро. Хотя, подожди, мы же можем увеличить скорость, да? Чему я играю на маленькой скорости, если мы можем делать это намного быстрее? Тогда же веселее. Смотри, хоп-хоп, вниз пошел, здесь подплавил. Ну и, соответственно, время здесь очень быстро летит. И поэтому для мелких заказов нам лучше, конечно, брать, ну, стандартное время. Блин, он спать пошел. Так, ты можешь что-нибудь? Я бы сделал до вывих... Блин, ладно. Давай, иди тогда вниз. А внизу ты сможешь что-нибудь поделать у нас? Пока я случайно сплю. Нет? Ты туда не хочешь? Нет, идет. Да, добывать он с вывихнутой рукой, в принципе, может. Франция требует от вас заплатить 14 монет в качестве земельной подати. А какое будет ваше мнение? Но у нас нет денег, мы не будем платить. Черт с тобой, кузнец, теперь даже не найдешь... Не надейся найти себе подмастерье, и вся округа узнает, какой ты пройдоха. У меня нет вариантов, я бы заплатил вам. Понимаете? Я вот сейчас в сложном положении. У меня с рудой проблемы. Так, давай немножко подплавим, да, еще? Я надеюсь, у нас получится 8, да? Значит, еще 2 мы сможем с тобой сделать. Две цепи, давай. Давай, куй. Куй пока куется. Блин, можно было, конечно, и мелкие заказы еще какие-то брать, но мне кажется, нет. Нет слитков. Верю, верю. Давай, ты пока плавишь. Так, этот у нас здесь стоит, здесь еще какой-то чувак с курицей играет. Волшебное место, между прочим. И нужно еще кровать, кстати, какую-нибудь нашему подмастерью замутить. Так, еще 4 давай. Я надеюсь, мы сейчас уже с тобой справимся. Неплохо, неплохо. Вижу, с вами можно иметь дело. Да. Теперь моя лавка к вашим услугам. Уверен, что сотрудничество будет выгодным. Надеюсь, вы хотели сказать взаимовыгодным. Да-да, именно так. Чем выше престиж вашей кузни, тем привлекательнее она будет выглядеть в глазах богатых клиентов. Повышая престиж, улучшая прилавок, можно привлечь толстосумов, которые готовы платить за заказ куда больше, чем крестьяне. Кроме того, с улучшениями прилавок увеличится и максимальный запас литков и дерева для мастерских. Престиж повышается за выполнение заказов, но его максимальное значение ограничено. Улучшайте убранство дома, чтобы достичь более высоких показателей. С таким прилавком нам только простолюдинов и ждать. Пора сменить этот ветхлый навес, чтобы на что-нибудь посолиднее. Чтобы улучшить прилавок, зайдите в меню строительства. Блин. Это я понимаю, что строительство. Так, улучшение. Улучшение прилавок. Цена 200 монет. Да вы издеваетесь. Откуда у меня такие деньги? У меня таких денег сроду не было вообще никогда. Так, ладно, мы с вами пойдем потихоньку спать. Здесь у нас ребята все уехали. И на этом мы, наверное, серию закончим. Спасибо, дорогой друг, что смотрел. Не забывай подписываться, ставить лайки, комментировать. Всего тебе хорошего. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok